Друзья, здравствуйте! Рассказать вам, что дальше власти Азербайджана будут делать в оккупированном имя Арцахи, когда зайдет Степанакерт и когда основная часть арцахцев покинет свою родину. Как вы уже знаете, я азербайджанские повадки изучил досконально и знаю просто насквозь, даже лучше, чем они сами себя знают. Практически работаю над их мозгами, как нейрохирург, фигурально выражаясь, аккуратно доставая из глубины азербайджанского сознания все то грязное, мерзкое, отвратительное, что может быть незаметно со стороны. Я сейчас, кстати, подчеркну, что говорю про режим Алиева, я не говорю про весь азербайджанский народ. К сожалению, вот я сейчас не знаю, как вам показать эту фотографию, у меня сейчас вот на экране фотография Минска еврейская гетто 1942 год, стоит группа евреев, фашисты собрали несчастных голодных узников гетто, большая часть евреев к тому времени, к 1942 году, была уже отправлена в Освенцим, но им была нужна показательная фотография для иностранных журналистов. Ну, типа, показать, что гитлеровский режим очень доброжелательный и интегрирует евреев, ну, так же, как Азербайджан сейчас собирается интегрировать арацарских армян. Вот, то есть, для пропаганды нацистам это было нужно. И вот на фотографии я сейчас вижу изображена группа евреев, совершенно перепуганными, зашуганными лицами, худые, и рядом с ними стоят нацистские солдаты и улыбаются. Знаете, такая вот общая фотография, да? Евреи, вот, якобы с нацистскими солдатами, братья, к евреям хорошо относятся, они аккуратно одеты благодарно фюреру за доброту и понимание. Ну, вы представляете, да? То есть, евреев пригнали подулами автоматов, заставили говорить, что Гитлер их спаситель. И благодарят его за доброту и понимание. После этого нацистская пропаганда под руководством небезызвестного Геббельса распространила эту и другую фотографии счастливых, в кавычках, евреев по всем мировым СМИ. Вот вам это, кстати, ничего не напоминает, Арцах сегодня. А сейчас я вам расскажу, что в голове у Ильхама Алиева и его чиновников вот прямо сейчас. В точности то, что делал Геббельс в отношении евреев. Я, честно говоря, убежден, что Ильхам Алиев, его настольная книга, ну, как возле тумбочки, где он спит возле кровати, так и в туалете, это записки Геббельса. Пропаганда Геббельса, кстати, вы можете поискать в интернете эту отвратительную ересь, но в которой, знаете, есть очень много интересных мыслей. И прочитав труды Геббельса, вы, в общем-то, сможете прогнозировать поведение Азербайджана и его руководства. Так вот, именно то, что делал Геббельс в отношении евреев, Ильхам Алиев собирается делать в отношении армянского населения, оккупированного Арцаха. Ориентировочно на следующей неделе или каплю позже включится пропагандистская машина Азербайджана на тему, в кавычках, армянам всегда было хорошо в Азербайджане. И только кровавый режим сепаратистов из оккупированного Хэнкинды лишил на счастье жить вместе с азербайджанцами под властью великого Алиева. С этой целью азербайджанцы соберут несколько несчастных, голодных, запуганных угрозами насилия, сексуального, в том числе и смерти армян Арцаха, и заставят их изображать что-то вроде евреев Минского гетто, довольных отношением со стороны Гитлера. Полагаю, что эти несчастные армяне про Армению, про руководство Арцаха будут говорить разное плохое, у них нет выбора. Я даже думаю, они и меня помянут и скажут, такие как лапшин мешают миролюбивой интеграции армян в азербайджанское общество. Видите как? Как хирург работаю вот этими вот самыми руками. Если будут вопросы, пишите, расскажу, что будет дальше. Продолжение следует...